Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос эксперту» в студии Ренат Акчурин. Ренат Акчурин – начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Каким образом люди попадают на уловки финансовых пирамид? Что грозит злоумышленникам? Давно замечено, чем сложнее экономическая ситуация, тем активнее действуют финансовые махинаторы всех мастей, изобретательно выжимая из людей их кровные. Противостоять этой напасти непросто. Соблазн срубить легкие деньги велик во все времена и у всех народов. Напомним, что в настоящий момент по Уголовному кодексу финансовая пирамида строительства определено как деятельность по привлечению денежных средств или ненового имущества физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет ранее привлеченных средств при отсутствии у организаторов инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что в целом по России совокупная прибыль таких контор превышает прибыль многих банков первой категории – 150 млн. рублей в месяц. Предусмотренная законом ответственность предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. Всего за прошлый год прекращена деятельность 25 финансовых пирамид. Помните, не нужно скупиться на стороннюю юридическую экспертизу договоров. И главное, не стоит идти на поводу у собственной жадности, веря в рассказы о том, что где-то чей-то знакомый выгодно вложился и вовремя вышел, многократно приумножив свои капиталы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...